Николай – курильщик с многолетним стажем. Расстаться с пагубной привычкой признается, хотел давно. Были попытки отказа от курения, но результата нет. Сегодня он пациент Центра медицинской профилактики и надеется, что здесь помогут избавиться от табачной зависимости. Я был на консультации у врача, он мне объяснил пагубное влияние. Я хоть и так знал, но он мне это все показал. И стало понятно, для чего мне это нужно и почему какие-то реакции организма сегодня, которых раньше не было, проявляются. Поэтому появляется больше мотивация для этого сделать. Кабинету отказа от курения, который располагается на базе Центра здоровья для взрослого населения, 4 года. За это время его посетило больше тысячи человек. Им оказана помощь и многие отказались от пагубной привычки. К слову, любой гражданин России может пройти диагностику и получить лечение при наличии паспорта и полиса обязательного медицинского страхования абсолютно бесплатно. Обследование займет не больше получаса. По этим всем данным можно доказать пациенту и мотивировать его лечиться. И доказать ему, что курение – это и есть фактор риска развития сердечно-сосудистых, либо других заболеваний, ну и легочных в том числе. Процесс лечения состоит из двух основных стадий. Это психологическая работа с пациентом и нетрадиционная медицина – это электропунктура. Это воздействие на биологически активные точки уха. Лечение занимает от недели до трех, и таких кабинетов в городе восемь, но в основном они оказывают только психологическую помощь. В городе с 2010 года реализуются программы снижения табакокурения среди населения. И положительных решений в этом вопросе можно добиться только благодаря комплексному воздействию. Проектов здесь реализуется немало, в том числе и антитабачные шествия. Очередная акция запланирована на 1 августа. В ее рамках по центральным улицам курортной столицы пройдут активисты с антитабачными лозунгами. Проблема очень серьезная не только, конечно, для города Сочи, для региона, для России в целом, для мира. Но Россия позорно за собой, к сожалению, сохраняет позорное ведущее место в плане потребления табака. И мы не можем с этим мириться, и поэтому мы все время изобретаем новые-новые методы. К комплексности в том числе относятся и наличие наших кабинетов отказа от курения. Выступить в поддержку антитабачной компании и сказать твердое «нет» табакокурению можно, в том числе присоединившись к антитабачному маршу. Стартуют шествия 1 августа в 17.00 от Южного мола и пройдет до гостиницы «Жемчужины». Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».